Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов в студии Павел Вельковский. Коротко о главном. Пристегните ремни. Сотрудники ГАИ вновь ищут на дорогах отвязанных водителей. Детский сад на дому в Волгодонском районе. Детей берут на воспитание малышей в ожидании открытия хай-тек детского сада. Кладбище на грани вымирания. В Таганроге под угрозой исчезновения последнее представительство учителя Антона Чехова и еще сотен известных людей Дона. Вспышка интервирусной инфекции в Ростове пошла на спад. Врачи отмечают положительную динамику. За последние несколько дней в больницу поступил лишь один ребенок с симптомами. По словам медиков, вспышка заболевания не что иное, как сезонное проявление и подобное фиксируется ежегодно. За ситуацией в Ростове следили специалисты из Санкт-Петербурга. Все показатели говорят о том, что обстановка приходит в норму. Инкубационный период вируса длится от двух недель до месяца. Но расслабляться ростовчанам медики не советуют. Повторный подъем возможен где-то в сентябре по осени. Так что, как поведет себя вирус, как отреагирует иммунная система нашего населения. Создается ли такой достаточно иммунитет у населения после контактов с этими вирусами продолжительный. Но будем видеть. Чаще всего интервирусной инфекцией подвержены дети дошкольного возраста и взрослые с ослабленным иммунитетом. Врачи напоминают, обезопасить себя можно простейшим соблюдением гигиены. В Волгодонске есть коллектор-долгожитель. На несколько лет переживший отведенный создателями срок, он доставляет немало проблем жителям города. Только за последние недели из-за коммунального раритета произошло 15 провалов. До их устранения сотни семей сидят без горячей воды и рискуют остаться без холодной. Разобраться в ситуации на месте отправилось руководство области. Вместе с ними в Волгодонске побывала и наша съемочная группа. Избавить Волгодонск от провалов и перебоев с водой приезжает группа быстрого реагирования в лице областных управленцев. В зоне бедствия старая небольшая часть нового города. Канализационный коллектор на 7 лет пережил положенный срок. Из-за коррозии верхний железобетонный свод долгожителя обрушился сразу в нескольких местах. В зону поражения попали сразу несколько автомобилей. Так как обрушения продолжались еще и 14 июня, поэтому сегодня установлена байпасная линия, смонтирована временная насосная станция и участок 1100 метров выведен на капитальный ремонт. Обострение началось в июне, когда несколько улиц, примыкающих к зоне бедствия, остались без горячей воды. Коммунальщики порекомендовали жителям экономно использовать и холодную. Избавиться от неудобств специалисты обещают уже к первому сентября. А здесь, на станции микрофильтрации, сотрудники водоканала хвастают новыми решетками, которых так не хватало в 2009-м, когда началось бурное цветение сине-зеленых водорослей в Цемлянском водохранилище. Тогда все фильтры засорились и очистные сооружения удалось запустить спустя сутки. Самое главное предназначение станции в отделении ракушки – это грубая очистка наших взвесей, а сине-зеленые уже очищаются на сетчатых барабанах. Это для того, чтобы улучшить работу качественно, работу осветлителей и контактных фильтров очистных сооружений воды. Эксперимент с решетками начался в марте этого года как пилотный проект. Разработать его помогал Ростовский водоканал. Но опробовать новинку удалось пока только Волгодонску. Роман Саганов, Екатерина Лободина, Владимир Иванов. Главные новости. Часовой ликбез с пассажирами устраивает транспортная полиция на железнодорожных и речных вокзалах и в аэропортах. Диалоги уже провели в Грозном, Минеральных водах, Махачкале, Кропоткине и Ростове. Информация о предстоящей акции распространялась по громкоговорителям на местах пребывания пассажиров в течение трех дней. Граждане смогли задать вопрос не только руководителям ведомства, но и членам общественного совета, которые влияют на работу полиции. С учетом имеющегося пассажиропотока на сотню пассажиров где-то 4-5 человек. То есть на самом деле, конечно, выборка не очень большая, но это связано прежде всего с тем объемом пассажиров, который обслуживает аэропорт. Например, на вокзале данная цифра где-то на порядок выше, то есть порядка 40 человек нам удается в течение часа. Самыми популярными вопросами среди населения были о сохранности личных вещей в летнее время. По словам полицейских, происходит много краш сотовых телефонов или небольших сумок. Обратившись к правоохранителям, жители смогли сразу написать заявление. А для тех, кто не хотел общаться с полицейскими, специально установили ящик для приема жалоб. Пристегни ремень и езжай спокойно. Теми, кто пренебрегает собственной безопасностью, занялись инспекторы ГИБДД. Они в очередной раз вышли в рейд за водителями и пассажирами, которые забывают или просто не желают пристегиваться. Итоги проверки узнал наш корреспондент Сергей Мирошниченко. Остановку по требованию устроили сотрудники ГИБДД для водителей маршрутных такси и рейсовых автобусов. Подстегнули к таким мерам непристегнутые ремни безопасности водителей. Подобные рейды безопасности сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Правда, нарушителей от этого меньше не становится. Тому, кто забыл пристегнуться, придется отстегнуть. Штраф 500 рублей. Ну, вообще-то обычно пристегиваются. Сегодня так получилось просто. Мы будем пристегиваться. Будем исправляться. Если водитель еще может исправиться, то руководители транспортных служб исправляться не торопятся. По правилам, если перевозка пассажиров превышает 50 километров, то они обязаны пристегнуться. Но многие маршрутки просто не оборудованы ремнями безопасности. Ну, откуда тут ремнятия нету здесь? Чем пристегиваться? Это нарушение, естественно. Но, наверное, это решается на уровне глав компании. Наверное, даже не водитель в этом виноват. Виновных водителей в этот день набралось с десяток. За легкомысленное отношение к своей жизни многие поплатились рублем, а некоторые обошлись устным предупреждением. Как правило, нарушители являются работниками одних и тех же организаций, фирм. Они уже у нас как бы в черном списке. И ситуация все равно не улучшается. Продолжают водители нарушать, продолжают перевозить пассажиров непристегнутыми. Подвижка есть, конечно, положительная. Стало меньше водителей, которые перевозят сверхколичество. То есть стоящие пассажиры. Во время рейда черный список недобросовестных перевозчиков значительно пополнился. В следующем месяце сотрудники ГИБДД пройдутся по списку снова. И, возможно, на этот раз нарушителей будет меньше. Сергей Мирошниченко, Андрей Коробко. Главное новости. Сегодня ночью на трассе М4 Дон квас лился рекой. Это последствия аварии двух грузовиков. В одном было 20 тонн лома, другой был заполнен таким же количеством концентрата квасного сусла. Как сообщает областная ГИБДД, водитель КАМАЗа не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине фуру с прицепом. От удара КАМАЗ перевернулся, а бочки с квасом раскидало по всей дороге. В аварии пострадал только груз, оба водителя целы. На восстановление движения транспорта ушло два часа. Таганрогские краеведы заявили о почти полном уничтожении важного исторического памятника города, старого кладбища. Погос существует более двух столетий, но сейчас его территория пришла в окончательное запустение. В этом некрополе захоронены известные люди не только Таганрога, но и России, видные деятели культуры, науки, военачальники. Наталья Бешкарева увидела следы разграбления и вандализма. Краевед Игорь Павленко не сразу сориентировался на знакомом вроде месте. Разбитое основание могильного креста – памятник диаконому, учителю Антона Чехова и возможному прототипу человека в футляре. В тени этого склепа Катенька Котик из рассказа Ионыч назначала Старикову свидание. В этом же секторе памятный знак Александру Первому. На старом кладбище разграбили склепы, захоронения профессоров, купцов, дворян перепрофилировали. Так новая власть боролась с пережитками прошлого. Но разруха на погосте разразилась после 80-х, когда Некрополь закрыли из-за нарушения норм плотности. Если раньше хоронили на 4-5 метров под землю, то в 50-60-е годы это было 1,5-2 метра. Было вторичное использование и скульптур, и мраморных постаментов. Сейчас территория в 33 гектара, по сути, бесхозная. Власти Таганрога не оформили ее как городской объект. И выделять средства на содержание не обязаны. Ученые не раз пытались зарегистрировать кладбище хотя бы как памятник исторического наследия. Но собрать необходимый пакет документов так и не смогли. Мы по мере сил ухаживаем за территорией, которая вокруг храма, конечно. И остальное мы не в силах. В Таганрогском художественном музее сохранились скульптуры с надгробий старого кладбища. Извояние чудом не разбили, когда освобождали постаменты под памятники видным советским деятелям. Надгробные плакальщицы с большой вероятностью принадлежат известным итальянским скульпторам. Семи трескорни. Почерк мастеров. Филигранная отделка мрамора и лица. Скорбящие, но не искаженные горе. Это настоящие итальянские мраморы. Мы с вами сейчас стоим, а он искрится камень на солнышке. Как говорят поэтично, как бы впитывает в себя солнце и сияет, циркает. На Погосте захоронены выдающиеся деятели не только Дона, но и всей страны. Цирковая династия Дуровых. Историк и геральдист Лакийер, генерал Ренинкамф. Исследователи составили список из 200 известных фамилий. Писатели, музыканты, художники, инженеры, полководцы, священники. Но старое кладбище по выкладкам историков разрушено на 90%. И большинство могил восстановить уже невозможно. Наталья Бешкарева, Дмитрий Андреянов. Главное новости. В Волгодонском районе многодетная семья у себя дома устроила собственный детский сад. Не дождавшись очереди в строящееся учреждение. Теперь их опыт планируют активно использовать донские власти как новую форму дошкольного образования. Уже к концу года, по подсчетам специалистов, таких семей в области станет 37. Как выглядит семейный детский сад, выяснила Екатерина Лободина. Умный детский сад с использованием энергосберегающих технологий каждый день под контролем. За два месяца строители залили фундамент и уже возводят специальные трехслойные стены. Облицовочный кирпич, утеплитель и основная стена позволят значительно сэкономить на отоплении. Зимой они будут удерживать тепло, а летом сохранят прохладу. Садик у нас двухэтажный, на 110 детей, 6 групп. Будут 2 группы ясельные и 4 группы дошкольного. То есть у нас 6 групп, 110 детей. Общая площадь строится 1420 квадратных метров. Общая площадь всего комплекса, который здесь мы строим, 4900 квадратных метров. Уже в декабре необычный детский сад строители сдадут под ключ. То есть полностью укомплектованный мебелью и необходимым оборудованием. Благодаря новому садику в районе планируют сократить очередь на 70%. Слушай, я думал, куда ты смотришь? Вот теперь на меня ты смотришь. Нравится машина? Это тебе. Не дожидаясь открытия нового садика, семейство Тимировых устроили ясли на дому. Троих сыновей дочку они обучают по рекомендациям и методическим пособиям специалистов из Министерства образования. Скоро группа вырастет до пяти человек. Мама малышей ждет и еще одного ребенка. Я и моя супруга выросли в больших семьях, где было много детей. И другую жизнь без детей для нас это жизнь неприемлема совершенно. Но мы выросли в большой семье, мы выросли в этом. В партнерские отношения с государством вступили еще четыре донские семьи. В Министерстве образования рассчитывают к концу года на базе 37 семей создать дошкольные группы. Они смогут принять почти 150 детей. Здесь может быть много самых разных форм. Конечно, наряду прежде всего со строительством новых дошкольных учреждений. Их количество сегодня реально не обеспечивает решение данной проблемы у нас в Ростовской области. Поэтому мы поставили себе задачу, включая 2015 год, просто кратно увеличить количество детских садов, которые будут построены специально для дошкольного образования. Возможно, скоро детский сад Темировых примет на воспитание и других детей. На примере Волгодонского района чиновники решили запустить пилотный проект. В одном из районов области появится частный детский сад. Екатерина Лободина, Владимир Иванов. Главное новости. На Дону выбрали лучших молодых художников. Конкурс прошел среди студентов ростовских вузов. На суд жюри свои работы представили 35 скульпторов, художников и графистов. В своем творчестве они размышляли на тему вдохновления и мастерства. Из 60 работ до финала дошли 47. Есть часть работ невыставленных, которые просто они прошли вот такой строгий отбор. Получается двойной отбор. То есть мы отбираем сами, наш ученый совет, сотрудники музея. И затем уже отобранные работы проходят еще один строгий отбор. То есть члены жюри голосуют за понравившиеся работы. Понравившиеся жюри работы собрали в выставку. Лучшей признана картина «Здесь птицы больше не поют». Студентки 4-го курса Ростовского художественного техникума имени Грекова Софьи Басовой. 2000 эксклюзивных костюмов и более 300 животных со всей частей света. В Ростове завершаются гастроли легендарного цирка «Гии Радзе». Заключительные спектакли 6 и 7 июля. Зрителей ждет опасный мир джунглей. За решетками трюки исполняют львы и тигры. Захватывают не только выступления зверей, но и воистину королевский антураж. Спецэффекты, диодные канделябры и колоссальных размеров хрустальные люстры. Все это едва уместилось в ростовском цирке. И как раз на спектакль, наше королевское шоу, мне кажется, даже по атмосфере этого зала, очень красиво подходит сюда, в этот маленький уютный цирк. Драматургию разбавляют отступления клоунов. Их репевизы будто напоминают зрителям, куда они пришли. Публика ценит. Ценит и понимает уже в цирковом искусстве, потому что это видно по спектаклю, видно по аплодисментам, где в какой момент публика хлопает. И очень теплый зритель, очень приятно работать, когда публика хорошо воспринимает. Ростовчан ждет еще пять спектаклей, затем цирк уедет в Кисловодск. На этом пока все. Далее прогноз погоды и новости донского спорта. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова